Российское антидопинговое агентство уже приступило к работе по устранению всех выявленных недостатков. Об этом оно объявило после того, как Совет учредителей ВАДа на заседании в США официально утвердил решение о несоответствии нашего национального агентства к кодексу головной организации. Кроме того, минимум на полгода приостановлена деятельность Московской антидопинговой лаборатории. Теперь нужно согласовать порядок совместной работы и назначить ответственных экспертов с обеих сторон, чтобы как можно скорее снять все ограничения. От этого во многом зависит участие российских легкоатлетов в международных стартах, в том числе в Олимпиаде в Бразилии. Мы выразили свою полную поддержку ВАДа в этом и взаимодействие. То есть мы будем встречаться в ближайшую неделю с ВАДой для того, чтобы выслушать, что они конкретно хотят от нас. И мы просто будем идти по тому, как они скажут, в отношении этих двух организаций. В отношении того, что делала страна, делала государство, министерство спорта, мы как делали это, так и будем продолжать делать. При этом претензии у Всемирного антидопингового агентства не только к России. Международных сертификатов на какое-то время лишены также Израиль, Аргентина, Андорра, Боливия и Украина. Предупреждения получили Испания, Греция, Бразилия и Мексика, которые должны будут исправить недочеты к середине марта. Мы планируем разработать программу защиты осведомителей, чтобы узнать, что происходит в других странах и на других континентах. Ведь постоянно мы видим свидетельство того, что не все так прозрачно, как должно быть. Мы в начале большого пути. Мы не остановимся только на России. Продолжение следует...